МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специальный сайт Кремля. Такая мера будет действовать с 1 марта по 31 декабря. Денежное вознаграждение, ежемесячное и ежеквартальное денежное поощрение с уменьшением на 10% отныне будет получать не только президент, но и премьер-министр Дмитрий Медведев, генпрокурор Юрий Чайко и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. А вот с 1 мая десятую часть своей зарплаты не получат сотрудники администрации Кремля, аппарата правительства и аппарата счетной палаты России. Российским чиновникам приходится экономить на фоне ужесточения западных санкций. Как сообщает влиятельная американская газета Wall Street Journal, власти США заморозили активы двух российских банков на общую сумму в 640 миллионов долларов. По данным издания, которое ссылается на информацию американского Минфина, под ударом оказались финансовые учреждения друзей Путина. В частности, заблокированы 572 миллиона находившихся на счетах банка «Россия», основанного Юрием Ковальчуком, 65 миллионов, принадлежащих СМП банку Аркадия и Бориса Ротенбергов. Оба банка фигурируют в санкционных списках США. Ранее Владимир Путин заявлял, что гордится дружбой с Ковальчуком и братьями Ротенбергами. Иран и Запад в шаге от заключения ядерного соглашения. Такая информация просочилась в СМИ, да и настроения переговорщиков в Швейцарии не дают поводу усомниться в положительном исходе дискуссии. Катализатором подписания договора может стать и сообщение о критическом состоянии здоровья Верховного правителя Исламской Республики. Эксперты отмечают, если на смену Айтули Али Хаминеи придет более радикальный духовный вождь, не исключено, что Тигран сменит и политику. Иранская теория вероятности в материале моей коллеги Нина Шамуге. Ближе к атому, чем когда-либо приподнятое настроение и улыбки иранская делегация в швейцарском Монтрио на высоте. Тигран говорит о значительном прогрессе в вопросе подписания соглашения с западными партнерами по ядерной программе. Мы находимся очень близко к этому, очень близко, но в то же время мы можем быть и очень далеко. Шестерка международных посредников Иран продолжают дипломатические усилия на пути к выработке политического соглашения по иранской ядерной программе до 24 марта и всеобъемлющего соглашения до конца июня. Но химия в отношениях Ирана и Запада неустойчивая. Тигран уверяет, что не создаст оружие массового поражения, но при этом идти на уступки переговорщикам не намерен. США требует от Исламской республики заморозить свою атомную программу временно, на 10 лет. Это своего рода залог, доказательство того, что Иран не намерен нелегально вступить в клуб ядерных держав. За последние две недели активизировались переговоры между министрами иностранных дел США и Ирана и между представителями «шестерки» и Ирана. Переговорный процесс заметно ускорился. Группа «5 плюс 1» и «Тегеран» вступили в заключительный этап. Основные позиции по урегулированию ключевых вопросов постепенно сближаются. Главное, что и у США, и у Ирана есть политическая воля к достижению соглашения. Эксперты отмечают ядерным переговорщикам, во что бы то ни стало, нужно заключить сделку до конца марта. Политическая ситуация в Иране может спутать с Западу все карты. В СМИ просочилась информация о резком ухудшении здоровья духовного лидера страны. Смерть высшего руководителя вызовет перетрубацию в государстве исламском. И страна, год назад открывшаяся для диалога с ЕС и США, может вновь замкнуться в себе. Смерть Рахбара может негативно отразиться на внешней и внутренней политике, в частности на переговорах по ядерной программе. Учитывая, что действующий Рахбар издал фетву, что Иран не может, не будет и не должен не только обладать, но и производить атомное оружие, я бы пожелал ему долгих лет жизни. Если появится новый Рахбар, то он должен будет издать новую фетву по этому важному вопросу. Впрочем, многие отдают дань восточной мудрости иранских политиков, потому радикальных перемен не ждут. Главный оппонент Тегерана на Ближнем Востоке, Иерусалим, сомневается, что Иран упустит удачу и откажется от диалога с Западом. Идут крайне важные переговоры, так сказать, о перемирии с Западом на 10 лет. Это то, против чего так бьется на всех международных площадках Израиль. В Тегеране сидят очень умные люди. Добиться соглашения Ирану будет легче, если формально у власти окажется так называемый либерал, чем фанатик. Если изберут фанатика, то у Запада появятся поводы осторожнее отнестись к заключению договора. Дипломатия не остановит Иран от создания бомбы, уверенной в еврейском государстве. Израильская общественность сомневается в способности президента США Барака Обамы достичь с Тегераном такого соглашения, которое гарантирует. Ближний Восток не превратится в нестабильный ядерный микрорайон на карте мира. Нина Шамуге, RTVI. В Израиле совершен очередной автомобильный теракт. Машина протаранила пешеходов на трамвайной остановке в Иерусалиме. Автомобиль врезался в сотрудничество пограничной полиции. Пострадали несколько человек. Они получили легкие ранения и ранения средней степени тяжести. Как сообщается, наезд совершил житель арабского квартала Рас-Алямут. После инцидента мужчина выскочил из машины. Фотористу был открыт огонь. Он получил тяжелое ранение и был нейтрализован. В Стамбуле убит один из лидеров оппозиции Таджикистана Умар-Али Куватов. Как сообщают турецкие СМИ, неизвестный выстрелил 47-летнему политику в голову, когда тот вместе с женой и детьми направлялся в больницу. Незадолго до этого Куватовы ужинали в доме знакомого соотечественника по имени Сулейман. В какой-то момент вся семья почувствовала недомогание. Полиция не исключает, что хозяин дома отравил еду. Умали Куваров – лидер движения группа 24, запрещенного на родине. В Душамбе он обвиняется в нескольких уголовных преступлениях. Сам оппозиционер считал преследование политически мотивированным. С 2012 года Куватов жил в эмиграции. Голливудский актер Харрисон Форд получил серьезные травмы в результате авиапроисшествия. Легкомоторный самолет, который пилотировал знаменитый исполнитель роли Индианы Джонса, совершил аварийную посадку на поле для гольфа в Лос-Анджелесе. 72-летний актер был доставлен в больницу, где ему была проведена операция. Как заявляют медики, телесные повреждения Харрисона Форда не опасны для жизни. Причины крушения выясняются. Известно, что о проблемах в работе двигателя самолета пилот сообщил в ближайший аэропорт уже вскоре после взлета. Это были все новости, о которых мы успели вам рассказать к этому часу. О развитии событий в нашем следующем выпуске я не прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok